привет вы на канале готовим просто вкусно быстро сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом приготовлению острых баклажанов на зиму если вам интересно то давайте готовить вместе если вам понравится рецепт не забудьте поделиться им со своими друзьями соцсетях первое что мы сделаем обработаем баклажаны мне два с половиной килограмм баклажаны я вымыла теперь будем нарезать отрезаем на 4 части и теперь режем его на дольки дольки не на слишком тонкие делать примерно один сантиметр таким способом нарезаем все оставшиеся баклажаны нарезали баклажаны отправляем любую посуду большой здесь мы будем присаливать 15 оставим для того чтобы они отдали свою горечь баклажаны нарезали там увеличился размерах присыпаем все перемешиваем оставляем на 15 минут за это время мы успеем подготовить другие овощи подготовим перец я беру 1 килограмм неочеченного перца я его помыла теперь будем обработать разрезаем перец удаляем из него семена для того чтобы семена полностью удалить я их чувствую водой перец обработала семена удалила после удаления семян вес снизился примерно 90 грамм поэтому на килограмм перца берите на кило 100 вот так теперь будем нарезать нарезать мы будем точно так же как баклажаны дольками и все остальные овощи будем наряжать тоже дольками не будем нарушать структуру чтобы у нас закуски все овощи были полезны одинаково разрезаем перец примерно один сантиметр перец подготовить теперь будем заниматься помидорами помидоры помыли берите примерно кило 100 для того чтобы получился ровный килограмм помидоров поскольку хвостики будем обрезать помидор мы будем нарезать точно так же как и баклажаны перец дольками отрезаем голодоножку и также на четыре части делим помидоры режем примерно тоже один сантиметр такой толщины помидор у меня новичок у них плотная такая кожица они хорошо держит форму в засолке закусках поэтому я не буду с них снимать шкурку а сварю их так такими дольками режем все помидоры помидор подготовили теперь займемся луком я беру 300 грамм очищенного лука или четыре таких средних луковицы еще нам понадобится чеснок у меня 7 грамм очищенного чеснока но его мы сейчас шинковать не будем будем делать непосредственно когда будет вариться лук мы порежем точно также дольками не будем их 1 сантиметра где-то пол сантиметра лук нарезали пока убираем займемся перцем для того чтобы не обжечь руки я называю перчатку обрабатывать я буду встречу перец я помыла весь тут у меня 70 грамм разрезаю пополам весь я его пользовать не буду нет быть достаточно 30 грамм это я пока уберу снимаю полдоножку и убираю семена резать я буду мелко режем его на тонкие полоски перекладываю тарелку очень осторожно поскольку не дай бог глаза попадет или на лицо получится овощи мы все подготовили теперь займемся непосредственно приготовлением закуски пока мы занимались нарезкой баклажаны дали сок горючей целью промывать я их не буду будем их обжаривать наливаю на разогретую сковороду масло баклажан выкладываем небольшим торцем на сковороду чтобы они хорошо обжарились можно конечно не обжаривать но в обжаренном виде закупки они более скучно получает чисто сваренные помешиваем чтобы они не пригорели и как обжарились по положительке до такого состояния все обжариваем вкладываем в посуду которую будем тушить обжаренный баклажан выкладываем помидоры и перемешиваем сюда же кладем лук и перец кладем болгарский перец и перемешиваем и ставить варить у меня 7 литровый кастрюлю как раз она получается можно сказать конечно эту массу варится постепенно на это количество получается нужно брать такую большую 7 литровый кафель вливаю сюда 100 грамм подсолнечного масла это половина стакана 80 грамм примерно у нас ушло на то чтобы мы обжарили баклажаны поэтому общий масс получает 180 также полстакана я налью холодной воды чтобы овощи не пригорали добавляю 100 грамм песка это примерно 4 столовых ложки уксус и чеснок я буду добавлять в конце все перемешиваем и станем варить включая плиту ставлю на самый сильный нагрев когда масса закипит я и убавлю выставлю время и буду тушить до готовности масса закипела перемешиваю чтобы она не пригорел к дну ставлю варить их на 40 минут открываю крышку убавляю нагрев примерно за 10 до готовности мелко порежем чеснок заранее урезать не нужно я немного проблю зелень укроп для запах много не буду класть это достаточно отправляю чеснок выкладываю сюда чеснок и выливаю сюда 130 грамм уксуса все перемешиваем еще 10 минут варить можете попробовать на соль на сахар достаточно если недостаточно еще может немножко добавить скрываю варю еще 10 минут готовность все готовы теперь можно разливать по банкам банки растерилизовала я горячий сплит и снимаем раскладываю по банкам закуск у нас получилось густая из этого количества продуктов получилось 9 полулитровых банок закрываем их крышки крышки простерилизовали все закрываем если вы как-то сомневаетесь то можете постерилизовать поставить налить воды и поставить банки воду простерилизовать 10 минут у меня вот был аэр гриль очень замечательный это все время стерилизовал но сейчас он сломался поэтому в этом году я не буду стерилизовать поставлю так думаю ничего не случится вот такую закуску мы с вами найдем приготовили если вам понравился рецепт можете воспользоваться спасибо что смотрите меня всего доброго до свидания